Приветствую вас, автор. Я постараюсь ответить вам на вопрос, который вы задаете. Смотрите. Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, идея именно психотерапии, вот сама психотерапия, получила такое глобальное масштабное распространение в период Фрейда. Вот именно Фрейд показал, как нужно осуществлять психотерапию, и именно Фрейд установил жесткие правила психоанализа, когда человек занимался психоанализом каждый день, 45 минут в день, иногда больше, вот, в течение нескольких лет. То есть это, вот, реально, это несколько лет, два-три года, надо пять лет, надо десять лет. Каждый день. Ну, и не понимать, что Вена того времени, это город достаточно обеспеченных людей, вот, проблемы, которых были, ну, не всегда, скажем так, коррелирующими с теми проблемами, которые решают, например, современные люди в кабинетах психологов или на ресурсах вроде этого. Вот. То есть нужно понимать, что там проблемы были совсем другого характера, и сами люди, наверное, были другие, и менталитет, что важно, был другой. Вот. И, собственно, с этого пошла психозначимость терапевта, потому что, когда ты каждый день работаешь с человеком, открывая ему все самое значимое, ну, волей-неволей происходит сближение, по крайней мере, у клиентов с психологом. А, как известно, Фрейд, он активно пропагандировал идею, я помню, что терапевт стоит над пациентом, то есть, когда еще не было клиентов над пациентом, и, собственно, он мог что-то советовать, он мог что-то запрещать, он мог что-то разрешать. Терапевта приглашали, психоаналитика, точнее, приглашали домой, потому что это действительно очень близкий был человек, ну, очень близкий человек. Вот. Приглашали его не просто так, приглашали его для лучшего понимания того, что происходит, и прочее, прочее, прочее. И волей-неволей человек становится личным терапевтом, потому что к ним обращались уже не только его собственные пациенты, но и родные этих самых пациентов тоже. Вот. То есть, тут произошла вот такая история, с этого, с этого, собственно, все пошло. Именно за счет особенного характера взаимодействия. Тут надо понимать, что в Европе, вообще на Западе, в целом, есть такое понятие, как семейный врач. Вот. В России практически такого нет. Когда есть специальный семейный врач, который, вот он приходит домой, он, там, воспринимается как дорогой гость, он лечит всех членов семьи. Ну, в России такого нет. В России менталитет немножко-немножку другой, и по-другому, вот, все это, вот, не только в России. Вообще в странах СНГ и Прибалтике, ну, и в Восточной Европе тоже. Вот. Может, это одно и то же, извините, я в географии, в географии него не очень силен. Вот. А, менталитет другой. Но, тем не менее. Тем не менее. То есть, психа, психолог, ну, грубо говоря, психолог, правильный был бы сказать на тот момент психоаналитик, он воспринимался вот так. Ну, он воспринимался вот так. И на долгие годы, на долгие годы вперед, когда уже, вот, появились другие направления, вот, на долгие годы это считалось вот единственным. Многие психоаналитики работали у себя дома. То есть, они не работали в кабинетах. Они считали, что кабинет это то, что клиента отпугивает, то есть, клиента напрягает. Они работали на себя дома. Соответственно, они могли сказать, что имеет смысл поработать в доме у вас, где больше будет вот этих вот воспоминаний, да, больше будет ассоциации. И это происходило. То есть, психоаналитику подчинялись. Вот. Дальше. Следующие направления, направления, которые были, которые появлялись, они, ну, они старались отойти от этого. Они старались обойти от этих вот постулатов, но там, как бы, получалось так, постольку-по-скольку, да. Вот. Следующий такой виток, ну, масштабирования психотерапии, он приходится на американскую школу. Это школа гуманистической психологии Карла Роджерса, вот, с его клиент-центрированным подходом. И клиент-центрированный подход порождает новую форму взаимодействия между терапевтом и клиентом. Это форма дружеская, это форма партнерская, это форма, когда деньги, вот, ну, цена терапии вообще практически не ощущается клиентом. Ну, тут надо, опять же, понимать, что, как бы, уровень, да, материальный уровень в той же Европе и в той же Америке зачастую не сравнить с уровнем Восточной Европы и России, вот. И там происходит ситуация, когда терапевт за счет того, как он взаимодействует с клиентом, возникает ощущение значимости. Но если терапевт все делает грамотно, то по окончанию терапии, да, грустно становится клиент, и терапевту тоже становится грустно. Это нормально, когда люди завершают отношения, расстаются, нормально чувствовать грусть. Это грусть светлая, это грусть правильная. Вот, реже, когда, реже люди сохраняют какие-то контакты и общаются друг с другом. И сейчас, на мой взгляд, происходят такие своего рода качели, когда человек либо бегает по терапевтам, и терапевта, соответственно, просто пересчитываешь по пальцам, то есть он говорит, вот этот терапевт такой-то, этот терапевт такой-то, этот психолог такой-то, этот психолог такой-то, да, то есть, как бы, такой профессиональный клиент, да, условно говоря. Либо это клиенты, которые напротив смотрят терапевту в рот и, в общем-то, являются полностью ведомыми. Ну, все, в общем, в российских традициях, все в российских реалиях, все в реалиях тех самых психологических качель, которые преследуют, по крайней мере, вот, постсоветские страны в той или иной степени, но преследуют. Все вот в этих рамках. Вот, тут надо сказать, что в Беларуси ситуация немножко другая, но качели, как не печально, качели, если там, вот. И, соответственно, именно благодаря таким качелям появилась эта история. То есть, человеку легче доверять другому, когда он, ну, воспринимает как значимого. То есть, понимаете, вот, какой момент. Я не беру говорить о западном менталитете, да, потому что все-таки немножко другая история. Но русскому человеку, славянскому человеку сложно довериться, доверить своей проблеме, если он не, если его не покорил другой человек, если для него не авторитет. Вот, наследие советского, советское наследие, наследие советского менталитета. И напротив, если у человека нет авторитетов или он подвергает их сомнения, он вообще довериться не может. Понимаете? А вот такого, чтобы и доверять, и в то же время сохранять какие-то вот границы, да, такое встречается очень редко. По крайней мере, и на моей практике такое встречается очень редко. Вот, когда значимость, она ровно такая, чтобы можно было качественно, продуктивно работать, но чтобы не было такой вот позиции ведомого по отношению ко мне, к терапевту, ну, к специалисту. Вот, и, да, мы учим этому, вот, профессиональные добросовестные коллеги и учат этому. Мы учим, мы стараемся научить людей, что значимость, там, до определенного момента хорошо, потом она уже вредит. Мы этому обучаем людей. Но это менталитет. И менталитет, ну, не всегда поддаётся корректно, понимаете, хорошо. Это можно сделать, это можно сделать, да, это можно сделать, но это не всегда, не всегда поддаётся корректно. Вот. Я могу назвать успешный случай, когда у меня получалось, например, человеку научить человека этим границам, научить человека доверять вообще всем людям, не стыдиться, там, своих чувств и прочее. Это получается, тогда такого не происходит. Но зачастую, зачастую это происходит именно это. Некоторые психологи этим пользуются, некоторые психологи этим пользуются, чтобы привязать к себе, к себе клиентов. Ну, это, что поделать. Люди слабые, люди не идеальные, и когда у тебя есть соблазн, сложно от него отказаться. Вот. Я в любом случае не судья, чтобы осуждать этих людей. Вот. Но, в целом, вашу позицию я разделяю, я считаю, что значимость терапевта не должна быть выше определённого значения, тогда это уже просто мешает. Но это уже, по сути, говорит о зависимости. Это не всегда перенос, но чаще, чаще зависимость. Вот. Вот. Такая вот, в принципе, история. Вот вы пишите, то, что я делюсь с ним сокровенным, так-то, потому что мне скрывать нечего, плюс я еще верю в идею, что очень больше увольных специалистов, тем я дам, наверное, легче работать. Вопрос. Да. Это правда. Это правда. Тем не менее, определённая значимость специалиста все же должна быть, потому что без этой значимости у человека достаточно сложно работать именно с фигурой психотерапевта, потому что, опять же, для русского человека, для славянского человека, для человека постсоветского пространства фигура психотерапевта, она по-прежнему не укладывается в его менталитет. Она не укладывается в его менталитет. До сих пор. До сих пор. Вот. К сожалению. Вот. Такой ответ на ваш вопрос я могу дать с точки зрения своих знаний и с точки зрения своего опыта. На этом всё. Надеюсь, что это было полезно. Удачи вам. Всего самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует.